Доброе утро, братья и сестры, в гости нашей Церкви. Я буду читать Слово Божие, записанное в названии Ефесиным, 4 глава, 25 стиха. Апостол Павел говорит такие слова. «Посему, отвернув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гнева, если не согрешать, солнце нам зайдет во гневе вашем, и не давайте вместо дьяволу. Кто крал, не крадет, лучше трудись, делая своими руками полезное, что выдачу и уделять трудающегося. Никакое милое свободное не стоит из уст ваших, а только доброе, для насыщения вере, да вам доставляло благодать слушающих. И не искорбайте святого Духа Божьего, которому выизвечить и нынешний день иступления. Всякое раздражение и ярость, и гнев. И крики, злоречия, и со всякой злобой добудут в долине от вас. Но будьте друг к другу добрыми, сострадателем. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, я предлагаю всем нам снова прикоснуться к этому удивительному посланию апостола Павла. И вновь поразмышлять, вновь задуматься и сделать реальные выводы для себя и своей жизни из этих многих практических наставлений апостола Павла. Очень мало уже будет апостолов до конца этого послания говорить о доктринах, о теории. Почти уже все сказано за эти предыдущие три с половиной главы. Павел больше будет говорить о практической стороне нашей веры. Он будет говорить, как все то, что мы знаем, чему мы научены, в чем утверждены применять в каждом дне нашей жизни. Апостол Павел будет призывать верующих не просто знать, понимать и исповедовать истину, но и жить каждый день в послужении Бога. Как правило, это и оказывается самым сложным для нас. В прошлый раз я говорил о том, что учение приличное, что практика без теории, она несостоятельна и обрежена на измененное уклонение в то или иное заблуждение. И это я, но важно понимать и то, о чем раньше лично апостол Павел в этом послании, что утвердившись, достаточно учения Евангелия, нам просто необходимо идти и жить по нему. Свидетельствовать миру истину о спасении своим личным примером, подтверждать силу благодати Божией, явной для нашей жизни. Чем прославится Отец мой, говорит Иисус, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Иван Леонид Анатолий 14 глава. Совершенное знание истины без наличия практического послушания превращается в пустое законничество и фарисейство, от которого в лучшем случае слава будет человеку, но никак не Богу. Братья и сестры, мы спасены Богом и Иисусом Христом для жизни правильности, для жизни по Слову Божию, для жизни практического подчинения Святому Духу, жизни делу, годных Богу. Так говорит Писание. Безусловно, знание первичное, безусловно, учение первичное, безусловно, адаптивное первичное, но это не может и должно обхватить всю нашу жизнь. Все это необходимое, но недостаточное условие для полноценного следования за Иисусом Христом. Христос хочет, чтобы не только наш ум, но и наше сердце, наш характер, все наше естество упоколилось Его, чтобы каждый из нас в своей жизни в каждом дне был Его свидетелем. Наша жизнь признана отражать того, кто однажды изменил Его на самом основании, и отражать этот вопрос на признанное в каждом дне нашей повседневной обычной, естественной жизни через практическое послушание Истины. День за днем наше следование за Христом. И чем лучше мы это будем делать, чем больше Бог, чем больше Дух Святой будет совершать через нас свою работу. Очень важно помнить, что любое пренебрежение и послушание Истин, истине любая серьезная ошибка, любой грек обесценивает нас как свидетелей Христов. Наши промахи, братья и сестры, решают наши слова, наши знания и наши проповеди силы Святого Духа. Наши знания становятся просто бесполезными. Богу важно, чтобы мы верно понимали и исповедовали Истину, но не менее важно и наше послушание Идеи. Я уже как-то приводил этот пример в Церкви, когда известный проповедник из Божьих Духовного пробуждения в России в конце XIX века Лорд резко проповедовал в Петербурге и призывал к покаянию грешников. Один молодой человек, кажется, уже готов был выйти для покаяния вперед, но все никак не решался. И вдруг он встал и вовсе вышел из зала. Спустя некоторое время он вернулся и заявил о том, что хочет покаяться. После его покаяния Лорд резко спросил у юноши, куда он уходил во время пробоведения. На что юноши ответил, я вышел на улицу, нашел уход до вашего кучера и спросил у него, так ли вы хорошо живете в проповеднице? И он ответил, что вы живете лучше, чем проповеднице. Как важно каждому из нас, братья и сестры, верующим, помните об этом. Братья и сестры, если спросить о нашей жизни, наших жен, наших мужелек, ходить по работе, однокурсникам, соседей, что они им не скажут? Будет ли наша жизнь для них так же убедительна, как наши опробоведения, как наши доводы, как наши призывы и аргументы о необходимости покаяния? Как я уже сказал, Богу важно, чтобы мы имели твердое основание истины, верно понимали ее, чтобы верно ее проповедовали. Но не менее важно для Бога и наше послушание. Богу, Дух Святой никогда не будет действовать через непослушание, через грех. Богу нужен не просто прочный или крепкий сосуд одновременно чистый, который он сможет свободно потребить для своих замысел. Павел Павел говорит, что храдия, посланник и истинам. Итак, я узник, Господи, умоляю вас раскупать достойно звания, в которое вы присутствовали. Апостол призывает верующих не только знать истину, но и жизнь по законам неба, граждан, которого мы не являемся, Бог хочет, чтобы его цели стали нашими целями, чтобы характер Христов стал нашим характером, чтобы его новая Божья природа была явлена в нашей повседневной жизни. Та природа, в которой нет места лжи, нет места зависти, нет места кримику, нет места неправильному гневу, бороться кровь, нет места гнилым словам равнодушия, завистью, вещестью, гордостью, тщеславию и всякому прочему злу. И вот теперь предлагаю вернуться всем нам к прочим стихам, где Павел призывает всех нас, всех верующих, повиноваться Христу, повиноваться Слову Году. Предлагает, приглашает отражать Его качество, качество Христова в нашей повседневной жизни. Во-первых, апостол Павел призывает христиан отвергнуть взятую ложь. Посему отвергну ложь. Говорите истину каждой книжной зоне. Мы все, братья и сестры, уподобились Христу в Его праведности, став новыми людьми. Христиане наникли в ложь. Ложь – это плохое свидетельство об Иисусе Христе. Ложь, которая из грехи, противление Богу несовместимо, снова рожденным свыше человеку, которым живет Бог. Во-вторых, апостол Павел приглашает и предлагает, каждый из нас контролирует свой гнев. Он говорит, гневать не соглашайте. Солнце не зайдет во гневе ваше. И не давайте вместо дьяволу. Человеку иногда кажется, что он справедливо гневается или негодует, и он перестает замечать, что в чьих моментах гнев из простой эмоций превращается в состояние нашего сердца, гневливого сердца, сердца, в котором уже укоренился и живет грех. Достаточно просто немного замедлить, и сознание замедлительное со своей стороны воспользуется этим состоянием. И даже справедливый гнев может легко перерасти в горечь, обиду, злобу и даже внести. Христианину не к лицу гнев. Гнев – это плохое свидетельство об Иисусе Христе. В-третьих, апостол Павел призывает верующих отказаться от всякого рода воровства. Кто крал, не храдил, лучше трудись. Делая своими руками полезное, чтобы было еще и уделять нуждающимся. Верующий также не должен быть и воров. Для многих, не знающих, какого русского, в той или иной степени, это новая жизнь. В нашей грешной природе очень глубоко живет эта склонность взять то, что нам не предложит. Особенно тогда, когда никто не видит, когда никто об этом не узнает, когда не придется нести за этот ответ. Так вот, Павел говорит, что христианин ни в чем таком, ни в чем подобном не может быть завешан. То, что было нормально в прошлой жизни, в жизни со Христом, это неприемлемо. В Библии очень категоричной позиции занимает 5-й год. Написано, что Бог не навеет воровство или имеет 7-я глава и наказывает за него Захария 5-я глава. Вот поэтому апостол Павел говорит, что вы не так познали Христа. Это все не пропас. Воровство – это плохое свидетельство в Иисусе Христе. Наша жизнь призвана быть во всем достойный пример. «Кто крал в третьих роде, лучше трудись». Говорит Павел, что это было, из чего вы теряете нуждающихся. Слово Божие призывает не просто не красть, не просто трудиться, но поднуждая, христиан быть известны, как те, кто трудится, имея достаточный доход и сам при необходимости готов помочь другим, помочь нуждающим. Известный лич, а неправильно богатский Иисус призывает использовать эти временные, сулитные, материальные ценности для вечной пользы. Он призывает конвертировать временное в вечное. Братья Иисусы – это те средства, которые вы потратили на себя, сверх необходимого, при этом потерянное средство. А те средства, которые мы послужили другим, это ценности, идущие в жизнь вечную. Иисус говорит Иоанне Апатрия, собирайтесь при сокровище на небе, где ни боль, ни ржа не стекает, где воли им оттапуют и не продут. Наконец, четвертое, к чему призывает апостол Павел Первич, это стремиться контролировать свой язык, свою речь, свои слова. На этом призыве апостола Павла я хочу остановиться чуть более подробно. «Никакое милое слово, да, не изводит Иисус в вашем». Буквальный перевод в слово «милое», издающий слово «нет». Верующему, познавшему Иисуса Христа, не к лицу своей речи использовать милые и чистые слова, от которых дурно пахнет. Наша речь должна характеризоваться чистотой, характеризоваться мудростью. Братья и сестры, всякого рода ругательства, вскоропления не пристойны шут. Анекдоты, уничижительные слова, словолого этого смысла не должны присутствовать в нашей речи. Отложите сквернословие пуст ваша, вызывает апостол Павел Первич, послание на 8. Безусловно, это очень и очень непросто сделать. Апостол Яков, говоря человеческой речи о языке, приводит очень легкие, очень сильные слова. Я зачитаю их из Городины, из 3 главы. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать их все тело. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое слово, исполнен смертоносного яда. Им благословляет Бога и Отца, и им проклинает человека, соборенный по подобию Бога. Из тех же куст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть». С одной стороны, апостол Яков констатирует факт, что никто из людей не может совладать с языком настолько, чтобы никогда не согрешать. Восьмой стих. И это так. Только Христос мог это сделать. Но с другой стороны, Он говорит, что кто стремится не согрешать в слове, достигает в этом усмена. Кто обуздывает свой язык. Кто достигает состояния, когда уже не эмоции, а измененные Христом, сердце управляет языком. Тот человек совершенный. Буквально духовно зрелый. Не безгрешный, братья Иисус, как некоторые утверждают, а духовно зрелый, умеющий побеждать, способный питаться твердой пищей. Твердое же пища, как написано в послании евреям, свойственное совершение, у которых чувства от навыков привычных развития добра и зла. Говоря о том, что нам трудно удерживать язык, Иаков ни в коем случае не оправдывает грех, а напротив, призывает верующие каждого из нас к совершенству. Иногда мы цитируем эти слова из апостола Якова, который что выше, когда хотим оправдать какие-то свои неудачные высказывания. Мол, тем он глупо согрешает, и язык из людей никто украдить не может. И редко обращаем внимание на то, что написано в этих же стихах в самом конце. Но ведь апостол Яков не призывает христиан на самом деле безысходности к оправданию греха, а призывает по форме злелости к совершенству. Хочу обратить наше внимание на ключевую фразу в прочитанных стихах из послания Якова, стих 10. «Не должно, братья мои, если ему так быть», говорит апостол. Другими словами, христиану нельзя мириться с тем, что в одном случае его речь отражает одно, а в другом совершенно противоположное. И знаете почему? Потому что наша гнилая речь, наши недобные слова – это не просто проблема языка, это не просто проблема эмоциональности, это для нас более глубокая проблема. Потому что наш язык в самой себе не может говорить то или иное зло и другое. Наш язык – это лишь… или наша речь – это лишь следствие того, лишь отражение того, что происходит непосредственно внутри нас, в нашем естестве. Просто через нашу речь максимально быстро склоняется и открывается то, чем мы наполним на самом деле. Вот поэтому Яков и говорит, что не должен такого быть. Ведь то, чем живет человек, чем наполнено его сердце, то фактически и будет изливаться из его уст. Если лишь воспроизводит то, что ступает наш ум, чем наполнено наше сердце, чем наполнено наше естество, то, как написано, ибо изнутри, из сердца человеческого. Братья и сестры, не из языка, не из нашей речи, а из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоинство, злоба, коварство, непотребство, зависывая область и благородство, гордость, безумство, все это зло изнутри сходит и оскорняет человека. Марка 7 глава. Братья и сестры, то, насколько чиста речь христианина, это и есть показатель того, насколько его сердце изменено Богом, насколько он подчинен Христу, насколько Дух Святой работает внутри него. Если наша речь чиста, то нечистое сердце, это присуще людям мира этого, не знающим Бога, верующим, это неприлично, не должно, братья и сестры, так быть, говорили, да просто да, а прилично то, что истина, что чисто, что мудро, что справедливо, что доставляет благодать слушающим. Знаете, для того, чтобы понять, чем наполнено сердце человека, достаточно просто поговорить с ним пять или десять минут, каждый будет говорить о том, чем он, грешник, будет говорить о грехе, то, чем сердце, пустота, суета и заботы, грешки, будет говорить о суре, перед узлом. Но человек, которым живет Бог, которым управляет, святой Бог будет говорить слова со смыслом, с мудростью, со взятой здравостью. И рано или поздно, он будет неизменно уходить на тему о служении, о Церкви, о Слове Божьем. Братья и сестры, что можно сказать о наполнении нашего сердца поговорить с нами пять или десять минут, или тридцать. Чем он наполнен? Богом или суетой? Или еще чем хуже? Что отражает наша речь, наш разговор? Ведь если сосуд наполнен чистой водой, из него будет чистая вода и выливаться. Вода, которой можно удалить жар, если же он наполнен грязью, в другого и не будет из него изливаться. Даже если в этом сосуде грязь будет на самом дне, то со временем, по мере минимума, или просто достаточно его взболтать, и это неизвестно будет отливаться. Братья и сестры, пусть Бог благословил каждому из нас иметь мудрость от него, и просто молчать, и не говорить лишнего. Но пусть этого лишнего не будет вообще в нашем сердце. Тогда даже случайно оттуда ничего гнилого не будет. Как говорил Давид, обращаясь к Богу в молитве и обзову в стасадовое, положи, Господи, охрану устану мою и огради дверь в уст мою. Не дай уклониться сердце моему словам мухам, для извинения дел греховных, вместе с людьми делающими предсаконниками. Пусть в наше сердце, братья и сестры, будет пополнено мудростью Христовой. Никакое дневное слово донесет искусств ваших, а только доброе вызывает Ваше. Будем умны, что наша речь должна быть добой. Она должна служить для ободрения, наставления, наседания и всякой поддержки окружающих нас людей. В ней не должно быть место всяким гордкостям в отношении к другим, унижать у кого-то, оскорбеть, сарканцев. Соломон говорит слова мудрые, как иглы, и как вбитые поезды, и составители их от единого пасха. Никакое дневное слово не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания вверх. Это не значит, что все, что мы говорим, неизбедно должно пронощаться в Бог. Конечно, нет. Но это значит всегда говорить слова уместные, взвешенные. Слова, которые неравенны, на которые доподряют. Слова, которые исцеляют, поддерживают. Которые укрепляют слушающих. Это значит говорить. Слова Божьей мудрости, на которые слушателям можно отрекции, и которые можно руководствоваться в жизни. Которым всякой жаждащей может припасть, как источник от чистой воды. Золотые яблоки, серебряных прозрачных сосудов. Слово сказано прилично. Говорит за тот же мудрый Соломон. Никакое дневное слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания вверх. Да бы оно доставляло благодать слушающим. Чтобы доставляло благодать слушающим. Это значит не только уметь говорить истину, но учиться говорить о своем уме, без оскорбления, без уничижения других. И обличение, которое рассказано с добрым намерением и мудростью, доставляет добро, доставляет благодать слушающим, потому что способно произвести добрый плод, плод изменений, плод покаяния. Так, как это делал сам Иисус, написанному качественным для главы, и делились словам благодати, исходившим из его уст. Умеем ли мы, братья и сестры, говорить так, чтобы не только в простом общении друг с другом, но и когда, когда мы говорим, обличении и доставлении, делать это с благодатью, делать это с любовью. Если этого нет, тогда даже самые верные и самые мудрые слова обесцениваются. Они не произведут нужного действия. Слово ваше доброет всегда с благодатью, направлено солью, чтобы вы знаете, как отвечать. Каждому напоминаю апостол Баилу, верующим посланием Каусу. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в этой искуплении. Заканчивая апостол Баилу свой призыв к верующим. Еще одна причина, братья и сестры, по которой в нашей речи не должно быть никаких милых слов, а только доброе, чтобы наставляли благодать слушающих. Это опасность оскорбления Святого Духа живущего в нас. Павел говорит, что Дух Божий, он уничижается, он оскорбляется. Когда христианин вместо истинга говорит ложь, когда проявляет неуместный гнев, когда вместо того, чтобы служить Богу и людям, многими финансами возможностями он крадет, это оскорбительно для Святого Духа. Бога, Духа Святого, уничижает и только, но и в нас вкус. Вместо слов добра, вместо слов мудрости, благодати, ободрения звучат оскорбления, звучат ругательства, звучат злые ошибки, пошлости, неуместные и зоды, пустые слова. Духа Святого оскорбляет и то, которое мы говорим правду без любви, без сострадания, без благодати, когда говорим, лишь для того, чтобы уничижить, ранить или добить брата или вечного своего. Но вы не так по знаниям места, говорит апостол Павел, обращаясь к верующим, все это не про вас, говорит Павел. Ведь как можно оскорблять того, кем вы замечены в день искупления, как написано выше в этом послании, в первой главе послания Ефессии, как можно оскорблять того, кто является задолгом и гранатом нашего спасения, нашей принадлежности к Божьей семье, того, кто является нашим утешителем, нашим адаптером, нашим учительом. Для верующего это должно быть невозможно. Будем помнить, братья и сестры, что Бог, где Иисусе Христе дал нам возможность идти к совершенству шаг за шагом и побеждать всякое зло. И наша речь здесь не исключение. Злаздущий христианин, христианин с дневной речью, или христианин, в речи которого нет благодати и нет любви, это, скорее всего, христианин только на словах. Пусть благословит нас Бог, братья и сестры, иметь наше ежедневное ухождение перед Богом по беду и по этому вопросу, чтобы не только по одежке, не только по поведению, но и по своей речи, которая фактически является зеркалом нашей души. Мы были совершенны, были без всякого недостатка. Пусть Бог благословит нас Бог. Аминь. Помолимся Вас Богом.